Всем привет! Меня зовут Кристина и добро пожаловать на мой канал! В этом видео у меня маникюр и покрытие на себе сразу на двух ручках. Относила я это покрытие в течение трех недель, топ относился у меня хорошо, есть кое-где совсем небольшие сколы и средний пальчик у меня на левой руке, там небольшая трещина, но я буду сегодня все это исправлять. Для начала я дезинфицирую свои ручки и потом уже приступаю к снятию материала. Как вы уже поняли, в этом видео я вам буду показывать по одному пальчику на каждой руке, но, конечно же, работа на левой руке у меня занимает гораздо меньше времени, чем на правой, так как я правша и мне не всегда удается очень хорошо сделать себе правую руку, иногда есть небольшие косячки и раньше я делала себе маникюр, могла по шесть часов сидеть, сейчас уже управляюсь за три-три с половиной часа. Материал я снимаю керамической фрезой кукурузы с синей насечкой, работаю на 20 тысячах оборотов и вот теперь, когда я уже приступила к правой руке, то тут у меня нет какой-то общего положения, как я буду держать руку, в каждом своем маникюре руку я держу по-разному, как мне будет удобно в данный момент времени, но главное, чтобы у вас была опора. Я всегда упускала один момент и никогда не говорила, что я оставляю небольшую подложку базы на ногтях, но тут возник вопрос и я решила вам об этом рассказать. Обязательно оставляйте подложку базы, то есть примерно 20% базы от предыдущего покрытия должно остаться у вас на руке, так же и с клиентами, но когда я работаю на себе, я обычно оставляю побольше базы, чтобы доработать пилочкой. Также на большом пальце у меня есть большая трещина, я ее уже не знала, что мне с ней делать, потому что она уже даже начинала болеть, у меня были неприятные ощущения, но это от удара. Вот я пытаюсь здесь выпилить все отслойки, которые у меня появились, ну и конечно же, так как я буду убирать длину, то некоторые ноготочки мне придется донарастить, для того, чтобы их укрепить и заложить те трещины, которые у меня есть. Это я буду делать на трех пальчиках, среднем, указательном и большом. Приступила я к подпилу формы и делаю я, как всегда, квадрат. Как вы можете видеть, сейчас большой палец у меня еще в предыдущем покрытии. Это я вам на видео вставила, то, что я его уже сняла. На самом деле я сняла его позже, когда уже опилила две ручки. Почему я это сделала? Потому что эта трещина у меня болела, и я подумала, что если я сразу уберу покрытие, то у меня ноготок сломается, или я его задену, и у меня будут совсем неприятные ощущения. Может быть, трещина пойдет и дальше. Поэтому я решила, что сделаю этот ноготок в последнюю очередь, чтобы он как можно меньше был без покрытия. Ну и как вы можете понять, то когда я опиливаю правую руку, я вожу правой рукой по пилочке. Обычно, когда мы работаем на левой руке или на клиентах, мы пилочкой вводим по ноксю, а здесь я ноготь вожу по пилочке. Уж так неудобно, ничего я поделать с этим не могу. Кутикулу я, как всегда, приподнимаю апельсиновой палочкой, но работаю осторожно, чтобы мне не сделать никаких бороз на своем ноготочке. И для маникюра я буду использовать фрезу пуля с красной насечкой. Она недавно была у меня в распаковке, и вот я решила протестировать ее на себе. Решила выбрать именно эту фрезу, потому что у нее достаточно безопасный кончик, и я не смогу себе нигде пропилить, и также не смогу себе сделать никаких порезов. Работаю я с переключением реверса на 15-17 тысячах оборотов. Сначала в одну сторону, а затем уже в другую. Кусачками я делаю срез, и также еще мне необходимо на своих ручках обязательно зашлифовать боковые валики, потому что они у меня достаточно грубые, и когда я хожу с маникюром 2-3 недели, то они у меня уже совсем начинают грубить, и даже мне мешают. Я иногда хочу их себе подрезать, но терплю до самого маникюра. Решила я пройтись вот такой фрезой с красной насечкой. Думала, что я себе так подшлифую и боковые валики, и уберу остатки среза кутикулы, но из этого у меня ничего хорошего не вышло, потому что мне не очень понравилось так работать на себе, это не очень удобно, но и как-то, возможно, я просто не привыкла к такой форме фрезы. Мне обязательно нужно забафить ногтевую поверхность, чтобы она была ровной, чтобы я смогла сделать себе ровное выравнивание. Для шлифовки я выбрала белый или серый полировщик, он на 150 грит, и из моего набора он самый грубый. Но мне понравилось им работать, так как кожа у меня достаточно грубая, особенно боковые валики. Очень удобно им работать, он не сыпется и прекрасно убирает все неровности и после среза, и на боковых валиках. Пришло время показать вам свои новиночки, гель-лаки селфи by Slava, то есть это гель-лаки от торговой марки Slava, но немного в другой интерпретации. У них очень прекрасная и приятная консистенция, они хорошо разравниваются, и цвета у меня сегодня будут все похожие на белый, но только с каким-либо подтоном. Я их буду выкрашивать на типсу всего лишь в один слой. Кисточка очень мягкая и удобная, гель-лак прекрасно разравнивается, ну и тем более не затекает, что является плюсом, когда работаешь на себе. Можно подольше повыравнивать себе кутикулы и боковые валики, и прекрасно потом получится и ровное покрытие. Следующий цвет у меня также является немного белым, но на самом деле у него есть такой серо-зеленый, я бы сказала, подтон, это номер 10. Теперь у меня те же самые гель-лаки, но только немного в других баночках, объем 8 мл. Следующий у меня цвет, он уже имеет такой немного желтый, я бы сказала, подтон. Конечно же, когда я положу их все вместе, вы увидите разницу, это номер 11. И теперь следующий, имеет уже такой немного зеленоватый тоже подтон, но все гель-лаки мне очень понравились. Вот следующий цвет будет не белый, но тоже прекрасно имеет место быть. В моей коллекции у меня такого еще нет, хотя есть много оттенков коричневого, но данного цвета у меня не было. Также хочу вам сказать, что у меня в магазине Infinity была акция в моем городе, если покупаешь гель-лаки от 5 штук, то они идут всего по 50 или 55 рублей, я уже точно не помню. Но так они стоят, если без акции, 150 рублей. Поэтому я решила не упускать данную возможность, ну и конечно же их себе прикупила. Вот такие красивые цвета у меня сегодня есть, так как вы, думаю, сейчас увидите, что все они разного цвета, хотя на выкраске казалось, что они очень похожи. В своей работе я буду использовать бескислотный праймер от J.P. Coco, укреплять свои ноготочки буду вот таким полигелем, также мне обязательно понадобится каучуковая база от Bloom, я купила себе большой объем 30 мл, баночка без кисточки, и теперь я просто буду переливать уже в свою баночку, так получается выгоднее. Герлак от Born Pretty под номером 05, бриф. Также мне понадобится вот такой герлак, который мы с вами выкрашивали, номер 11. Топ от TNL с липким слоем я сегодня буду использовать. Также обязательно пинцет, тоненькая кисточка и вот такие наклейки, которые недавно были у меня в распаковке. Первым делом я, конечно же, обезжирила себе ногтевую пластину. И теперь наношу праймер на те пальчики, на которых мне будет необходимо сделать укрепление или же произвести ремонт. После того, как мой праймер высох, я наношу базу тонким втирающим слоем на два пальчика, для того, чтобы у меня была лучшая сцепка с полигелем. Но так как это тонкий слой базы, я решила нанести базу сразу на все пальчики, которые мне необходимо будет подремонтировать или же донарастить. И так все пять пальчиков отправить в лампу. Конечно же, когда я делаю выравнивание, то я никогда так не делаю, а всегда работаю по одному пальчику. Ну и теперь я уже беру комочек полигеля на апельсиновую палочку, ставлю его на ногото и начинаю разравнивать. Делаю я так, чтобы у боковых валиков и ближе к кутикуле материал у меня сходил на нет. Для того, чтобы мне долго не опиливать, мне нужно хорошо разравнять полигель. Но именно этот полигель мне очень нравится разравнивать на себе. Все-таки полигель от Girl to Girl он немножечко пожиже и на себе иногда мне бывает неудобно его разравнивать. Ну и признаюсь честно, мне кажется, что он на мне носится хуже, чем полигель от вот этой длинной фирмы, которую я вам показывала. Теперь я, когда просушила этот пальчик в течение одной минуты, сняла липкий слой и уже приступаю к опилу. Сначала я опиливаю себе ноготок сверху, также иногда ровняю форму, если это мне требуется. Но мне необходимо сделать ровный красивый ноготок и самое главное залатать себе ту трещину, которая у меня была на этом пальчике. И была она достаточно большая, поэтому здесь просто обойтись базой или же ватным диском, я думаю, мне бы не удалось и трещина все равно снова бы появилась. Также я прохожусь бафиком, чтобы мне сделать более ровную поверхность и более гладкую поверхность. Прохожусь я по всем пальчикам, на которые я нанесла полигель. После этого я наношу праймер на остальные пальчики и теперь уже буду приступать к самому выравниванию базой. Для того, чтобы мне сделать ровный и идеальный блик, для начала я наношу тонкую подложку, по которой у меня в дальнейшем будет растекаться капля. Подложку я делаю скользящим слоем и не просушиваю ее в лампе. После этого я ставлю капельку. Размер вы должны определять сами, если такие же ноготочки, как у меня, не совсем длинные, то капелька должна быть средняя. Иначе, если вы сделаете сильно большую капельку, получится какой-нибудь пирожочек. После этого я переворачиваю ручку, для того, чтобы у меня сформировался блик. И если меня что-то не устраивает, то я докладываю материал тонкой кисточкой. Если же все идеально, то отправляю на просушку. Левую ручку я уже сделала и вот такие красивые пальчики у меня получились после того, как я сделала выравнивание. Ну и теперь, конечно же, мне нужно сделать все то же самое, только на правой руке. Конечно, это занимает примерно в два раза больше времени. И я очень часто переворачиваю руку, чтобы у меня никуда ничего не затекло. Также мои движения иногда бывают не такими резкими и правильными, как я делаю себе на левой руке. Но что поделать, я не могу работать одновременно и одинаково двумя руками. Также я переворачиваю ручку, но делаю это в той позе, в которой я могу, для того, чтобы у меня получился ровный блик. Помогаю себе тонкой кисточкой. Если на левой руке я иногда справляюсь без тонкой кисточки, то на правой я ее использую всегда. Ну и вот такой результат у меня получился. Для вас это всего лишь один миг, а для меня это полчаса работы на двух ручках. Примерно столько я делаю себе выравнивание. Первый слой цветного покрытия я наношу, отступая от кутикулы и от боковых валиков. Также гирлаки от Born Pretty я наношу уж очень тонким вымазывающим слоем, потому что они имеют такую способность, как не просыхать даже в моей мощной лампе. На втором слое я уже отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой и помогаю себе тонкой кисточкой подровнять материал, для того, чтобы у меня при отрастании был красивый кантик у кутикулы и также аккуратно смотрелись материал у боковых валиков. Цвет у меня сегодня очень интересный. Он был у меня в коллекции модных оттенков на этот сезон. Если вы не видели то видео, то обязательно посмотрите, ссылочку я вам оставлю в описании под видео. Этот цвет имеет очень много подтонов, кажется, что он коричневый, но на самом деле в нем есть такой зеленый или даже болотный подтон. Теперь мне необходимо нанести гирлак, который я выбрала как подложку под дизайн на правую ручку. У меня будет дизайн только на безымянных пальчиков. Я наношу гирлак, который мы с вами выкрашивали, номер 11, фирмы Selfie by Slava, но наносить его на ноготочки я буду в два слоя, для того, чтобы у меня получился ровный красивый цвет. На втором слое я также помогаю отодвинуть кутикулу апельсиновой палочкой и приступаю к нанесению второго слоя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда обе ручки у меня покрыты, я снимаю липкий слой с безымянных пальчиков и приступаю к дизайну. Выбрала я вот такие красивые цветочки. Беру пинцет и отклеиваю. Если честно, это было не очень легко, потому что все эти наклеечки очень тоненькие и их нужно очень аккуратно отклеивать. Когда я перенесла наклейку на ноготь, то поняла, что у меня образовалась одна складка. Чтобы ее убрать, я просто подрезала наклейку и после этого у меня уже не стало никакой складки, а значит будет хорошая носкость. На рисунок это никак не повлияло, просто мне получилось так, что я разрезала ту прозрачную пленочку, которая мне мешала. Как оказалось, приклеить наклейку на правую руку оказалось гораздо легче, чем на левую, потому что здесь я попала с первого раза и у меня не было нигде никаких складок. Перекрывать наклейки я решила двумя слоями топа, поэтому первый слой я наношу втирающий и отправляю на просушку. Это есть дело на тот случай, если у меня появится что-то цепляющееся на ноготочки из-под тонкого слоя топа, то я сниму липкий слой и забавлю, например, ноготочек или буду использовать какую-нибудь мягкую пилочку. Но этого у меня не произошло, поэтому следом за первым слоем топа я наношу второй, делаю небольшое выравнивание и помогаю себе тонкой кисточкой. Ну и вот такой красивый осенний результат у меня сегодня получился. Если вам было полезно и интересно это видео, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал, также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм и на мою группу вконтакте. Жду от вас комментариев и лайков. До новых видео, пока-пока!